И мы сегодня поговорим об очень важной вещи. Я вот опять вчера с этим сталкивался. Особенно бабы на это заморочены. «Ой, я себе хочу найти надёжного, надёжного, стабильного мужчину. Вот хочу, чтобы у меня было плечо надёжное, опереться на него хочу». Вот они себе находят этого надёжного, стабильного мужчину, потом мучаются с ним. Значит, смотрите, вот когда вы ищете надёжности и стабильности, вы всегда ищете не то. Это всегда ошибка, абсолютно всегда. Потому что жизнь — это движение, жизнь — это изменение. Стабильность — это смерть. Чем более материя стабильная, чем более энергия уплотняется в материю, и она становится очень стабильной. Всё очень стабильно. Камень очень стабилен, только жизни там нет никакой, понимаете? То есть это так уплотнилось, что жизни никакой нет в этом. Поэтому ваши все позывы и побуждения искать какую-то стабильность в жизни — всё это не совсем правильные намерения. Вот. И давайте поговорим. Вот у меня часто девочки просят поговорить по поводу отношений. Вот, например, я 8 лет в браке. Да? Ну, кто мог подумать, что это будет 8 лет в самом начале? Ну, никто и не думал об этом. Я не искал никакой стабильности. Я просто искал отношений. Понимаете? Вот просто мне хотелось общаться, хотелось найти себе какую-то девочку, иметь с ней отношения. Естественно, там и сексуальные отношения, и душевные какие-то, и общие какие-то интересные игры. Вот это я искал. Никакой стабильности не искал и не собираюсь искать. Чё, идиот, что ли? Но у баб, вот особенно у баб, вот просто в голове вот эти жёсткие программы такие сидят. Вот мне надо найти какого-то себе стабильного, вот чтобы гнёздышко свить и вот птенчика вырастить, обязательно должна быть какая-то стабильность. Понимаете? То есть это как бы такая попытка решить свои проблемы за счёт другого человека. То есть вы вступаете в отношения не для этого. Вы вступаете не для того, чтобы другой решал за вас какие-то проблемы. Понимаете? Отношения совершенно на другом строятся. Правильные отношения, искренние отношения строятся на любви, на взаимопонимание, на взаимоуважении, на том, чтобы люди договаривались. И вот пока это есть уважение, любовь, какое-то гармоничное отношение, способность справляться с какими-то поломками в отношении, всё и так, естественно, будет развиваться. Если у вас там в какой-то момент вы почувствуете, что вы действительно знаете уже в достаточной степени этого человека, достаточно чувствуете, что ваша любовь, эти отношения в достаточную глубину зашли, тогда можно и о детках подумать. И оно естественно всё будет происходить. Но то, что вы ищете заранее это, это абсолютно ложные цели, ложные данные. Вы не то ищете. И вот часто я просто, когда я с барышнями особенно разговариваю, у них вот эти вот тараканы, это просто, не знаю, какая-то навязчивая компульсивная идея. Я себе хочу найти надёжного, стабильного. Вы отпугиваете от себя парней. Понимаете, вот если вы будете где-то вот искать надёжности и стабильности в отношениях, ну парни, они не этого ищут. Вы поймите, парни ищут совершенно другое. Они не ищут стабильности. Они ищут, ну, хорошего человека какого-то, с которым можно пообщаться и так далее. Могут быть дружеские отношения, если вам, например, женщина физически непривлекательна. Ну, может быть такое. То есть вы можете дружить, можете общаться, но физически вы не испытываете. То есть у вас умственно и духовно совместимы уровни, а физически несовместимы. То есть ваши тела не притягиваются. То есть вы не испытываете физическую тягу к другому человеку. Всё. Значит здесь секса не будет, значит и отношений близких не будет здесь. Можно дружить, пожалуйста, дружите. Но если, например, у вас есть подруга, типа, да, но она очень физически вам привлекательна, у вас не получится просто дружить с ней. Вы будете всё время чувствовать, ну, как бы сексуальную какую-то привлекательность с её стороны, возбуждённость именно, ну, ваше тело будет реагировать на то тело. Эти тела, они как бы как-то там резонируют, понимаете? Поэтому здесь никакой дружбы не получится. У вас вот эта вот физическая совместимость тел будет всё время мешать. То есть вы будете всё время воспринимать друг друга, как сексуальных партнёров. Поэтому вот здесь вот тяжело как бы. Может не быть этой как бы истории, если у вас есть уже девушка там или парень, с которым всё хорошо. Вот с которым у вас вообще всё замечательно. То есть вот вы максимально подходите друг к другу и на физическом уровне, и на ментальном, и на духовном уровне. То есть у вас есть уже гармоничные отношения, у вас там любовь, у вас там хорошее общение. В целом всё хорошо где-то. Тогда мужчина, получая удовлетворение в этих отношениях, он уже не так сильно рассматривает другие варианты. То есть мужчины так устроены, понимаете? То есть они начинают, если они имеют хороший вариант, если они имеют хорошую женщину, которая их понимает, которая им даёт всё, что им нужно получать в этих отношениях, в большей степени. Ну понятно, идеально никто не даёт, но вот он получает какую-то ценность из этих отношений, он им этими отношениями очень дорожит, он ценит эти отношения. Никогда он не пойдёт налево. Если он пошёл налево, дело не в том, что он пошёл налево, дело в том, что он от вас, дорогие мои женщины, не получает ту ценность, которую он хочет получить. Понимаете? Либо бывают просто козлы. Ну вот бывают козлы просто. Люди в таком, мужчины в очень плохом состоянии, неэтичные. И сколько ему не давай, как бы, какой-то ценности, он всё равно это не ценит. Он просто находится в плохом состоянии. Но, дорогие мои женщины, если вы выбираете себе козла, ну это не проблема этого козла, это проблема вашей некомпетентности, необученности, неосознанности и неспособности выбирать правильных мужчин себе. Понимаете? То есть у вас планка на что-то завпадает, там реактивно, бессознательно. И вы себе выбираете не то. Начинайте закрывать глаза на какие-то важные, ключевые моменты в мужчине. Понимаете? То есть у вас, как бы, вас это переклинивает. На что-то переклинивает, и вы перестаёте видеть других. Как козлов отличать? Я уже устал об этом говорить. Скачайте себе книжку «Как выбирать своих людей», да, Рут Миншелл. Прочтите и начинайте вытренировывать эту способность. Определение, кто перед вами. Понимаете? Потому что, да, вас может кто-то сексуально привлекать. Ну, может быть, действительно, телесно, вот вы встретились, телесное притяжение. Но если это только телесное притяжение, если вы не разобрались, а в каком эмоциональном состоянии находится этот мужчина или женщина, да, какие у него ценности, он насколько этичный, да, насколько он честный, насколько он целостный, насколько он осознанный, вообще гармоничный, да. То есть, если вы всё это не видите, то вы на физическом уровне притягиваетесь, и потом начинаете открывать другие уровни. И «О, а, он нифига себе!» Так он и козёл оказывается. Понимаете? То есть, если вы живёте как тушка, как просто вот гормоны в мозг ударили, и всё, вы начали на этих гормональных вещах строить отношения, вы будете снова и снова терпеть поражение, снова и снова разочаровываться. Понимаете? То есть, это, ну, будете расстраиваться снова и снова. Пока, это как уроки такие, да, пока вы не поймёте, что в жизни нужна разумность, осознанность, наблюдательность. У нас не зависает перископ трансляция. Это круто. Это очень хорошо. Меня это радует. Потому что на этом смартфоне я его специально купил, для того, чтобы проводить перископ трансляции, и на нём всё висло. А теперь вроде не виснет. Аллилуйя! Ва-ва-ва! Так, ну, вот такой месседж. То есть, не надо искать стабильности. Не надо искать себе вот с кем построить свою любовь, свою жизнь. Отношения — это не что-то жёсткое. Отношения, вы в них входите, и они как-то развиваются. Они развиваются часто спонтанно, часто непредсказуемо, часто вы никогда не знаете, когда это закончится. Ну да, то есть, ему может скучно с вами стать. Это всё нормально. Это всё нормально. То есть, если вы скучная, если вы скучная, если вы не развиваетесь, если вы вот, ну, какая-то плоская, да, однообразная, ну, естественно, надоедите вы быстро, выбросят вас. Поэтому и важно развиваться, удивлять как-то, да, друг друга, какое-то разнообразие в жизни вносить. А для этого нужен абсолютно другой подход, абсолютно другая система ценностей. Понимаете? Другая калибровка в жизни нужна. И вот просто вот, барышни, вот если сейчас вы присутствуете, я знаю, что у вас больше всего ходит на мои перископ трансляции, выбросите этот критерий оценки из своей головы. Не надо искать никакую стабильность. Понимаете? Не надо никакой стабильности искать. Её нету. Её нет. Сколько я её искал, я никогда её не находил. Нету её в этой жизни. В этой жизни всё подлежит изменчивости, изменениям. На какой-то период более-менее что-то может приобрести какую-то форму. Но чем сильнее сохраняется именно эта форма, чем сильнее она сохраняется, именно эта форма, она становится рутиной, она становится однообразием, колесом, вот этим беличьим. И всё надоедает. А мы игроки, мы хотим иметь интересную игру. Для того, чтобы игра была интересной, важно иметь достаточные изменений. Если изменений недостаточно у мужчины, если у мужчины будет недостаточно изменений, то он рано или поздно, ну, надоест ему всё это. Вы ему надоедите. Если вы не будете его удивлять как-то там, что-то оригинальное там, чтобы от вас исходило, это всё надоест быстро. Поэтому мудрые женщины, они знают это всё. Не надо себе искать белого принца на коне, да? Развивайте свою мудрость. Вам нужно развивать себя, развивать свою мудрость и стать принцессой. Вот если вы станете принцессой, вы найдёте себе принца. А какую-то вот простушку, совершенно неразвитую, вот вспомните даже сказку о Золушке. Золушка хоть и была простой девочкой, да, там, но она на самом деле была аристократкой, которую там уже потом унизили до убирания полов. Она была очень развитой, очень доброй, очень открытой, очень гибкой девушкой. Понимаете? Это был развитый человек, поэтому принц её распознал. Он был поражён этим всем. А часто, ну вот я общаюсь, ну, девушки абсолютно неразвитые, ну, тупые просто некоторые, ну, я извиняюсь за выражение, конечно, ну, абсолютно какие-то примитивные ценности, абсолютно какие-то извращённые, испорченные, вот, не знаю, какое-то мышление совершенно такое томастичное, инертное. Ну и я хочу себе там какого-то олигарха или там, не знаю, какого-то суперразвитого, способного человека. Да невозможно, ему неинтересно с вами будет. Даже если это будет что-то, это совсем ненадолго будет. Это будет там какой-то небольшой секс, и он освободится от этого. Мужчинам нужен секс. Да, нужен секс. Но им нужен не только секс. Каждый мужчина хочет себе найти свою вторую половину, с которой будет интересно общаться, которая будет глубокой, развитой, которая будет резонировать где-то по системе ценностей с ним. Она будет ему помогать. Либо он обычно вот хорошо, когда он чуть-чуть более развит, а она чуть-чуть менее развита. Это идеальный вариант. И тогда он чувствует, так как он лидер, то есть мужчина всегда лидер, он янская энергия, ему нужно быть авторитетом для этой женщины. Понимаете? То есть это, ну не знаю, по себе я точно скажу, что я не могу быть каким-то подкаблучником, чтобы мне моя женщина что-то там занимала лидирующую позицию и говорила там, куда мне двигаться. Это неестественно абсолютно. Женщина, она сопровождает, она поддерживает, она как бы способствует активности мужчины. То есть они как бы взаимо друг друга дополняют. Но янская энергия преобладает у мужчины. У женщины она тоже есть, но она не такая приоритетная, как киньская энергия. Поэтому, если вы не нашли себе хорошего мужчину, то проблема не в том, что этого мужчины нет. Проблема в том, что вы пока не стали достаточно хорошей женщиной, достаточно развитой. Поэтому опять проблемы вокруг не надо искать. Нету их вокруг. Понимаете? И проблемы с мужчинами нету никакой. Просто вы можете выбирать не тех мужчин. Вот и всё. Вот проблемы не с мужчинами, а проблема в том, что вы западаете по каким-то реактивным признакам, не знаю, либо гормональным, то есть либо физиологически на кого-то западаете, либо просто по каким-то непонятным там реактивным программам, каким-то бессознательным вещам. Вы просто совпадаете, и вдруг потом обнаруживаете, что это не то. Это не глубина, это не любовь. И такие отношения не могут быть стабильными. Не могут быть. Да вообще любые отношения не могут быть стабильными. Сколько мы с женой живём, столько ругались. Всё хорошо-хорошо, бац, где-то не сходимся. Начинается там что-то. Это тоже часть отношений. Ну что-то глубокое вас должно связывать. Понимаете, где-то в глубине, в глубине, не на уровне физиологии, не на уровне ума, а ещё глубже вас что-то должно связывать. Но оно как бы связывает, но не является само по себе отдельно чем-то связующим. Понимаете, к этому глубокому прикладывается и умственный уровень, да, и физический. Всё взаимосвязано. Быть на одной волне, да. Понимаете, поэтому, пожалуйста, не опирайтесь ни на какую стабильность, не ищите в жизни никакой стабильности. Это поиски смерти, поиски заморозки. Понимаете, то есть вот вы, как только начали какую-то стабильность искать в жизни, вы ищете, как заморозить изменения в своей жизни. То есть что такое стабильность? Это отсутствие изменений. То есть вы что-то достигли, и всё. Вот у вас там, как-то вы себе представили, да, вот вы это достигли, и теперь вы хотите это удерживать. Но это не присуще жизни. В жизни всё меняется. Даже тело ваше, оно постоянно меняется. Там постоянно как что-то регенерируется, какие-то процессы происходят. Вся жизнь подвижна, и ваши отношения подвижны, настроение подвижно, ваши цели подвижны. Сегодня такая цель прёт, завтра другая цель прёт. Вы ни в чём не найдёте стабильности, поэтому не ищите её просто. Не надо её искать. Ищите стабильности в познании самого себя, в познании своих подлинных способностей каких-то, да. И просто если вас что-то прёт, какой-то период времени, что-то созвучно, ну, ладно, вперёд. Звучите на этой частоте, общайтесь на этой частоте. Но знайте, что только вы привяжетесь к чему-то, только вы найдёте там мужчину своей жизни, вы найдёте. И что с бабами происходит как бы, ну, чаще всего с бабами, они привязываются. Они сильно привязываются. И потом, когда там что-то начинает меняться, они пытаются вместо того, чтобы течь вместе с этими изменениями, они начинают что-то делать такое, что и разрушает эти отношения. То есть их попытка сохранить эти отношения, она и разрушает эти отношения. Понимаете? Потому что они не умеют их. Они неправильно это воспринимают. Сохранить отношения они неправильно воспринимают. Сохранение отношений – это не попытка внесения стабильности в это. Это попытка внесения свежести в эти отношения. Понимаете? Да, подавление. Если вы начнёте давить на своего мужика, всё. Это первое как бы семечко в разрушении этих отношений. Не надо ни на кого давить. Не надо пытаться заставлять кого-то что-то делать. Не надо никого принуждать ни к чему. Важно научиться договариваться, общаться по душам и договариваться. Если что-то не идёт, не насиловать другого. Это и является то, что, как ни странно, сохраняет отношения. То есть, чем меньше вы стараетесь их заморозить и сохранить, тем лучше они сохраняются. Понимаете? Потому что чем меньше насилия, чем меньше чего-то искусственного, чем меньше фиксации каких-то в этих отношениях искусственных, тем более естественно эти отношения развиваются, тем больше жизни, больше свободы, и тем, соответственно, хочется их дольше продолжать. Понимаете? Поэтому эти отношения и хочется продолжать. Потому что они подвижные, они свободные, никто никого не давит, Никто никому мозги не хотел сказать матюгом, но не трахает, скажем так, да, понимаете? Вот как только какая-то барышня начинает своему парню трахать по поводу того, что она, видите ли, хочет ребёнка, да, вот она хочет, и она начинает сверлить ему ходить, или она чего-то ещё хочет, и она начинает его доставать, всё это разрушает отношения. Не надо ничего сверлить ни о чём, это всё не так делается, понимаете? Об этом можно говорить иногда, что-то обсуждать, как бы, да? Не надо вот это снова и снова долбить, как идиота. Понимаете, другой человек, он не идиот, с ним всегда можно найти общий язык, как-то с ним так поговорить. А если он что-то не хочет, ну не хочет он, ну что вы на него сели сверху и достаёте его? Ну не хочет он, и всё. Если для вас это очень важно, а он это и не хочет, и не хочет, и не хочет, не хочет, всё, вам не по пути. Ну не хочет он. Вот, жена мне, да. Так все жёны, вот я просто сам и со своей женой, это вот одна и та же, вот какие-то бабские эти программы, просто. Понимаете, бабские программы, вот запрограммировали, я девочка, у меня должна быть вот так, так, так и так и так. Не позволяют женщины развиваться в своей жизни естественным образом, спонтанно как-то, не идут в отношения, у них какие-то вот эти вот какие-то суждения, убеждения, у мужиков свои, да, как бы, да, у мужиков свои, у баб свои, что вот всё должно развиваться так и так и так, да, что я должна жениться, обязательно официально оформить брак, через два года я должна от него забеременеть, у меня должен появиться ребёнок, и вот какие-то эти программы социальные. И абсолютно никакой нет свободы в этом, чтобы эти отношения, это всё от природы и так происходит, понимаете, это не надо об этом думать, не надо быть ментально озабоченной, вот ходить всё время и беспокоиться на эти темы. В жизни это и так всё происходит, естественно. Если не мозгоблудить на эту тему, не быть вот дурой какой-то или дебилом каким-то, да, который вот себе втемяшил какие-то идеи и пытается вот жёстко эту всю жизнь искусственно притянуть к этим идеям. Вот если вы будете так делать, никто, никакие у вас отношения не построятся, потому что никто этого не любит. У одного одни идеи, у другой другие идеи. И они всё пытаются навязать друг другу свои идеи. Да не работает это. Позвольте просто жизни развиваться, естественно. Как бы шаг за шагом, постепенно. Пусть всё идёт как идёт. Договаривайтесь о чём-то, пытайтесь договориться. Ну не можете договориться, не надо навязывать. Ну не можете договориться. Ну всё, отпустили. Может, через какое-то время ещё пообщаетесь. Но проблема-то только одна. Это состояние ума. Люди просто вот запрограммированы как роботы. И каждый хочет реализовать. Вот набрал где-то из социума, от мамы, от папы, там ещё где-то прочитал какие-то там умные идеи. Набрал, создал свою программу жизни. Связал с этим значимость, счастье. Накачал туда эти эмоции. И теперь он хочет это всё реализовать и когда-то потом быть счастливым. Да смысл жизни не в этом вообще. Смысл жизни в том, чтобы жить здесь сейчас, быть счастливым сейчас. Естественно проживать как-то жизнь здесь и сейчас. От момента плясать как бы, да? И позволять отношениям естественно развиваться. Как только вот эта искусственность появляется в отношениях, навязчивость. Вот это вот, блин, надо прийти, долбить кому-то что-то, пытаться от кого-то что-то добиваться там. Всё, всё. Никакой любви, никаких отношений здесь не будет нормальных. Понимаете? Вот такой месседж. Не ищите стабильности. Ищите счастье. Ищите гармонии. Ищите балансы. Ищите осознанности. Ищите какой-то ценостроенности с миром, с потоком жизни. Вот это ищите. Доверяйте. Ну как бы доверяйте людям, которым можно доверять. Научитесь разбираться в людях. Обучайтесь, разбирайтесь с этим, да. Ищите своё что-то, да. Создавайте такие возможности, где это может прийти к вам. Вот этим надо заниматься, а не планировать свою жизнь, как-то представлять. Вот эта вот бабская озабоченность беременность, это вообще, это жесть какая-то. Это всё само происходит в своё время. Вот когда любовь происходит, действительно, настоящая любовь, там, естественно, дети появляются. Появляются, естественно, всё естественно происходит. Не надо искать вот этой беременности, детей отдельно искать. Да, большинство не любят друг друга. Ну вот, это правда, не любят друг друга. И живут, как они живут? В несчастье живут. Они живут в скованных отношениях, в должествованиях. Терпят. А можно в любви жить. И в любви детей рожать можно. И воспитывать их в любви можно. Понимаете? Такая возможность от природы-то и заложена. А у людей всё перепуталось в доме обломских. Понимаете? В башке всё перепуталось. Запрограммировали ложными данными. Заскриптовали. И сами себя заскриптовали. И бабы, и мужики. У мужиков свои какие-то там, у баб свои. Поэтому в любви не получается. Поэтому любовь ищите. Любовь ищите. Понимаете? Любовь. Любовь. Не надо детей искать. Не надо отношения искать. Любовь ищите. Любовь – это ключик такой вот. Там, где любовь случается, там, где это происходит, всё остальное, оно, естественно, разворачивается. Да. Всё, что нам нужно, это любовь. А чтобы ориентироваться на любовь, нужно от мозгов отклеиться. Не надо терпеть. Не надо терпеть. Идёт – отлично. Не идёт – всё, до свидания. Он тоже вчера с одной девушкой общался. И она тоже была там в отношениях каких-то. Вот она мне описывала эти отношения. Я вообще удивлялся. Как можно в таких отношениях находиться? Он вообще её не уважал. Вообще не относился к ней. То есть я просто не понимаю. Я задаю ей вопрос. Ты что себя вообще не уважаешь? Как ты можешь? И она вот тоже терпела, терпела, терпела. Потом в конечном итоге уже не могла терпеть. И встала там. Типа там они фильм смотрели. И встала. И ушла из кинотеатра, типа в туалет. И всё. И больше не вернулась. Такая история. Понимаете? Таких историй очень много. Бабы терпят, 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 терпят. Ну или мужики терпят, терпят. Ну вот терпела такое отношение. Без уважения. Без любви к себе. Без какого-то гармоничного процесса. То есть отношения, где нету глубоких, искренних, открытых чувств. Понимаете? Непонятно, на чём эти отношения построены. Непонятно, на чём они держатся. Но явно не на любви. И знаете, люди такие, ну ладно, я любви нету сейчас на какие-нибудь соглашусь отношения. Пусть хоть что-нибудь будет. Не надо соглашаться на что-нибудь. Входите в общение. Ну любовь, она же не так сразу происходит. Общайтесь, чувствуйте друг друга. Чувствуйте, как у вас идёт процесс. Начинайте общаться. Если ты девочка или женщина, общаешься с мужчиной, смотри, как у тебя идёт процесс. Обращай внимание на какие-то важные моменты, на чувства, на какую-то синхронность. На это обращай внимание. Не на мысли, не на обещания, не на то, что у него есть деньги. Не на то, что он может тебе обеспечить стабильность или ещё что-то. Это всё не важно. Самое важное – это любовь. На что ты должна обращать внимание? На чувства. А бабы все, они сейчас очень сильно на второстепенные вещи обращают внимание. На понты какие-то. О, у него машина, у него квартира. Он может обеспечить будущее для моих детей. Это всё не важно. Это не важно. Единственное, что важно – это любовь, настоящая любовь. Потому что это единственный действительно стабильный какой-то стержень этих отношений. И это как бы то, на чём естественно отношения складываются между мужчиной и женщиной. Как от природы. Понимаете? Макс, посоветуйте, кто содержит семью – мужчина и женщина или один мужчина. Да как договоритесь? Нету схемы. Понимаешь? Нету схемы. Но если, вот смотри, если мужчина и женщина любят друг друга, любовь – это прям тебе, это из тебя льётся. Тебе хочется отдавать, тебе хочется заботиться. Ты не можешь иначе. Понимаешь? Не надо просить ничего. Любящий человек, два любящих сердца, там достаточно взгляда одного даже. Всё уже понятно. Или одного слова какого-то. Не надо ничего давить насилием. Или важно договариваться. Ну, когда ты любишь, легко всё это идёт. Взаимопонимание и так далее. Пока есть любовь. Ну, вот ты его не встретил. Но обрати внимание, что ты его часто не встречаешь. Не потому что его нету. А потому что ты сейчас можешь находиться просто в таком состоянии, в котором то, кого ты ищешь, они от тебя отталкиваются просто. То есть они не притягиваются в твоё пространство. То есть тебе нет достаточной степени зрелости, открытости, готовности к этому. Ты можешь как-то отталкивать этих мужчин. Бессознательно, подсознательно. Они могут даже проходить мимо тебя, могут пытаться с тобой вступить в контакт. Но твоё состояние ума, когда ты открываешь рот, начинаешь говорить всё, он может как-то услышать какие-то вещи и всё. И почувствовать, что это не то. Поэтому в женщине очень, женщинам особенно, они интуитивно это всегда чувствуют, особенно важно развиваться. Вот если вы посмотрите на тренингах по саморазвитию, на каких-то духовных интенсивах, больше всего женщин. Как это ни странно, но женщина интуитивно понимает, что вот им важно постоянно развиваться, постоянно вкладывать в себя, в проработку себя. Приходи. Я не против. Понимаете? То есть женщина, у неё кошачий маркетинг. Вот знаете, в маркетинге есть собачий маркетинг, есть кошачий. Собачий – это активный. То есть собака, она на тебя прыгает, лижет тебя, пытается. А кошка ни на кого не прыгает. Она стоит и создаёт такую атмосферу, она себя так за собой ухаживает, вылизывает так, что прям хочешь её, какая кисочка, подойти и погладить. Это притягательный маркетинг. Это женский маркетинг, он притягательный. Тебе, женщина, тебе важно стать такой, который может притянуться такой мужчина. То есть не твоя стратегия бегать за мужиками. Но тебе важно, вот я заметил, кстати, главный секрет, который я открыл в отношениях с женщинами, что выбирает всегда женщина. Мужчине может понравиться какая-то женщина. Он может попытаться к ней даже подходить, но принимает решение женщина всегда. Принимает всегда женщина или отвергает? Если женщина отвергает какого-то мужчину, бесполезно. Если её сердце не открывается и она не чувствует резонанс, шансов нет. Ну, может, какое-то насилие только произойти. Но женщина должна открыться, а для этого ей нужно общаться с этим мужчиной. Или как-то искра какая-то должна пробежать, а потом много-много общения. Важно, чтобы распознавание произошло. Что-то типа того, да? Бытовуха убила любовь. Была ли это любовь? Обычно любовь убивает не бытовуха. А вот как раз какие-то неправильные, негармоничные способы взаимодействия с элементами насилия. Вот попытки применять, то есть, если два человека любят друг друга, там насилие невозможно. Только кто-то начнёт хитрить, манипулировать, всё. Это как раз то, что начинает убивать. Любовь. Понимаете? Любовь не терпит лжи, притворства, насилия. Вот эти все вещи. Лгать, притворяться. Не договаривать что-то. Быть неискренним. Это как раз то, что и убивает любовь. Больше нечему убивать. Проблема не какие-то бытовые вопросы, с которыми вы сталкиваетесь. А проблема в том, что вы начинаете где-то врать и насиловать друг друга. Понимаете? А это состояние ума. Это невежество, непонимание. Непонимание, что такое любовь. Непонимание, что каждый человек, он индивидуальность. У него свои права. И невозможно ничего его заставить. Можно только договариваться. Не, вы можете заставить. Если вас кто-то любит очень сильно, он может из-за этой любви, несмотря на то, что вы его пытаетесь изнасиловать, он может пойти на это. Но как только он это сделает, он сделает первый шаг к уничтожению этих отношений. Понимаете? То есть он превращается в жертву, и он начинает терпеть. Любовь, она терпелива, да. Но это как раз то, что её убивает. Любовь должна быть с зубами. Понимаете? То есть она должна быть с мечом. То есть как только ты покушаешься на неё... То есть как бы это вам объяснить? Вообще она не насильственна. Но если ты любишь, если ты понимаешь, что такое любовь, что это за состояние, почему оно... Это естественное состояние, кстати. Это естественное состояние. Но когда на это кто-то начинает нападать, на твою любовь, то тебе важно защищать это. Защищать это, ну, твоё состояние. Потому что его можно легко утратить. Как вы думаете? Дети в любви вырастают, они очень любвеобильны, детки. Они радуются всему в жизни и любят всё. Любят жизнь. Как вы думаете, они утрачивают это? Как раз то, что они не умеют защищать это. Они беззащитны. Понимаете? Деточки беззащитны, и поэтому они это теряют. А потом придётся восстановить эту способность всё-таки как бы быть осознанным к тому, что такое любовь. Так, ребят, у меня заканчивается батарейка на смартфоне. Вот у меня уже погас экран практически. Поэтому будем завершать эту перископ-трансляцию. Если какие-то вопросы остались, вы можете написать в социальных сетях ВКонтакте. Ну, я также для консультации в Скайпе доступен. Пишите ВКонтакте. Там можно набрать MaxHiger. И увидеть мой профиль. Можно через личку со мной связаться, если какие-то вопросы остались. Вот. Если понравилось, лайкайте это видео, делитесь. И на этом всё. До следующих перископов. Пока-пока.